Девочка-сиротка Подавляющее большинство детей, сирот у нас, это социальные дети. То есть мы сейчас работаем в том направлении, чтобы помогать семьям, чтобы ребенок оставался. Значит, из 41 изъятого только 3 человека мы вернули в родные семьи. Почему мы в том числе материальную поддержку по усыновлению вводим? Для того, чтобы все люди посмотрели на эту проблему лицом. Эти дети, они не только Ивана да Марьи. У них, наверное, есть крестные родители. У нас 90 с лишним процентов проходит обряд крещения. А крестные родители куда смотрят? А что, бабушек и дедушек нет? Почему в Чечне нет детей-сирот? Почему в Ингушетии нет детей-сирот? А у нас есть. Вот почему? Почему? И все равно русская, ну в прошлом советская система образования, она одна из лучших в мире. Как бы мы ни говорили. Несмотря на все сложности, трудности, которые у нас, особенно в 90-е годы нам приходилось переживать. Слушайте, если 10 лет такого безвремени, другая страна вообще бы просто развалилась бы. А мы все-таки выжили. В основном, благодаря именно той системе образования. И когда у нас сегодня Минфин считает деньги бухгалтерским способом, сокращая расходы на образование, на социальную политику, я тоже выступаю против этого. Потому что мы, понятно, что фабрики, заводы это важные вещи, но без реального образования, без уровня культуры мы все равно не сможем нормально развиваться. Поэтому этот вопрос, он такой риторический, да, с одной стороны. С другой стороны, надо все-таки его разложить на кусочки. Поэтому у меня просьба, вы после встречи с Левиной встретитесь, попытайтесь сформулировать все-таки свой вопрос более четко, что мы должны делать и на что нам нужно обратить больше внимания. Договорились? В программе «Народный бюджет». Значит, капремонт канализации и кровли. Канализацию нам в прошлом году сделали, а кровли нет. Два раза был тендер, было два подрядчика из Твери и Москвы, но кровли не сделали. Переходящий объект на этот год. Но тендер до сих пор не проведен. Подрядчика у нас нет. Хотя вот «Народный бюджет» 2015 года уже работа начинала. По 56 лотам у нас по этому году. По 21 лотам. На размещении у нас находится СОЗИ, да? Да, Ульянова 11. Точно находится на размещении? Да, Ульянова 11. Переходящий объект, и мы его должны разыграть и сделать в этом году. Провести конкурс. Будем надеяться. Вот тоже, это вот вопрос, мы вот ко всем обращаемся. Тулики, ну у кого руки-то из одного места правильного растут, что-то, так сказать, называется. Ну давайте сами. Вот смотрите, капитальный ремонт надквартирных домов. Народный бюджет. Это же гарантированные статьи, где вы можете зарабатывать свои там деньги, обеспечивать сами себя, свою семью и нести людям пользу. Ну вот смотрите, 12 домов выиграла эта ревская компания. Ну вы, один дом они нам вскрыли, и там как пролило, знаете, вот мы, ну вот люди, что называется, нас вспоминали по-всякому. К остальным мы их, конечно, не пустили. Еле-еле доделали этот один дом. Ну так, своими же подрядчиками. Вот приходите, создавайте. Мы еще раз говорю, вот гарантируем вам, что за качественные работы будет своевременная оплата. Мы готовы вам помогать создавать эти юридические лица малые предприятия, готовы вам помогать с грантами, с бюджетом, с недорогими кредитами, которые мы обеспечим под 8,5 процентов. Вот все, готовы вам это делать. Ну просыпайтесь уже в конце готовов. Ну хорош уже из спячки находиться. Надо выходить из нее. Понимаете? Ничего, мужиков нормальных в доме у вас нет, кто бы мог кровлю делать? Нет вот так? Нет? Все в Москве охранниками работают, да? Уже вот третий год пошел, как наш объект не сдается. Никаких мер при этом они не принимают. Три этажа плюс, это все государственные инспекции по контролю. Все, что три этажа и минус, это соответственно все муниципалитет. Адрес какой у вас? Щегловская Зайска, 30А. Понятно. Этажность три этажа, правильно? Совершенно верно. Совершенно верно. Евгений Васильевич, это к вам вопрос. Каким образом объект введен в эксплуатацию, если он введен в эксплуатацию, и то почему это произошло, почему люди не имеют квартиры? Ну, если честно, могу сказать, не готов сейчас ответить на этот вопрос. Если можно, вы останетесь один без ребенка, мы с вами обсудим. Хорошо? Значит, вот я, да, я хотел, Евгений Васильевич, я хочу что попросить, да, чтобы вы, мы много говорили об этом, но в целом у нас взаимодействие, оно нормальное с точки зрения управления, соответственно, управления земельными участками, строительства многоквартирных домов. Но есть ваш функционал, есть наш функционал. Просьба. Надо вот, такая же ситуация по Варварах, кстати, где вы ввели в эксплуатацию трехэтажные дома. Я просто не очень понимаю, как можно было ввести их в эксплуатацию, если они по факту недостроены. Значит, вы разберитесь. Те чиновники, которые у вас подписали акты в воду, подготовьте документы, передавайте в прокуратуру на возбуждение уголовных дел. Ну, сколько можно? Говорим об одном и том же. Вот там Голубь умер. Ну, хорошо. Завтра еще кто-то умрет. Что, мы должны риски нести, что ли, на человека? Не должны таких рисков вести. Значит, Александр, разберемся. Тогда вы дождитесь, Евгений Васильевич, после встречи к вам подойдет, и мы всем этим вопросом позанимаемся. Еще раз обращаю внимание, все, что строится, три этажа и меньше, это ответственность муниципалитета. Евгений Васильевич, берите под жесткий контроль, особенно акты в воду в эксплуатацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok